Когда моя жена спрашивает меня, у меня плохой характер или хороший, я говорю, у тебя идеальный характер, просто идеальный. Таким образом идет воспитательный процесс. Для того, чтобы воспитывать человека близкого, нужно сначала его принять. Если бы я ей сказал не идеальный характер, естественно, она бы взбунтовалась. Если бы я ее заставил бегать, она бы не бегала. Если бы я ее заставил рано вставать, она бы рано не вставала. Потому что любое насилие над близким человеком приводит всегда к противоположному результату. Близкий человек не будет этого делать никогда. То же самое знание. Допустим, мы пришли на лекции, вы очень много узнали. И думали, Господи, какой ты у меня невежественный человек. Ну, то есть вы целый месяц слушаете уже лекции каждый день. Вы стали такими учеными. У вас перевернулся весь мир. Вы уже открыли для себя новый мир. А он как в дерьме жил, так и живет. Близкий человек. Бог ты мой. Как вообще можно жить теперь с таким человеком? Приняйте руку, у кого такие мысли в голове крутятся. Я знаю этот мир. Так вот, знаете, эти мысли называются гордость. Гордость. Когда человек получает знание, первое, что в его сердце приходит, гордостью. То есть он начинает брезговать теми людьми, которые не имеют этого знания. И причина этой брезливости заключается в том, что знание у этого человека не вошло слишком глубоко в сердце. Оно очень поверхностное. Потому что глубокое знание, оно соткано из прощения и принятия того человека, который находится рядом. Я когда в Москве жил, там часто меня приглашали на телевидение, ну, какие-то передачи там и так далее. И когда я туда приходил, подходила девушка и говорила, кофе, чай, кока-кола, пепси-кола там. Что желаете попить? Я говорю, мне, пожалуйста, теплой воды. Она такая. Ну, то есть, типа, понятно. Кто к нам на передаче пришел? Что типа. Ну, и так далее. И я никак не мог понять, отчего вот хороший, развитый человек не может попросить кипятка. Обязательно, как бы, язвенник или трезвенник. Я никак не мог понять, в чем причина, почему такая реакция. И я, ну, как бы, взял на заметку, начал работать над собой. И разок меня пригласили читать лекцию в одно, в один ресторан, в котором люди все, когда слушали меня, они курили, как бы, и выпивали спиртное. Слушать лекцию. И лекция была о здоровом образе жизни. Там такой ресторан, как бы, ну, что там все такие, там очень влиятельные люди, и, как бы, меня пригласили, потому что там ресторан был такой тематический. Там обязательно, когда люди приходили, кто-нибудь должен был выступать. И меня уговорили. Ну, предупредили, что тут непростая ситуация. Люди очень влиятельные, но там выпиваются и курят. И я очень по-доброму рассказывал им о вреде курения и спиртного. Но при этом я так рассказывал, что они при этом курили и вообще не стеснялись меня. То есть я преодолел этот барьер. И потом, после одной передачи, я когда сказал мне кипяток, дежурная, та же самая фраза, то, представляете, она с удовольствием принесла мне кипяток. И не было никакой реакции, что язвенник, трезвенник, там, сектант. Потому что эта реакция просто идет от меня самого. И она указывает на то, что я не принимаю людей, которые не так мыслят, как я. Это называется гордость. Но так как я научился принимать этих людей, никто и не воспринимал меня как-то иначе, как-то плохо. И я это, значит, могу этим людям что-то дать уже. То есть потому что есть стадия развития человека. Одна стадия – это когда человек что-то новое узнал, и он противопоставляет себя людям, потому что у него не хватает доброты им дать что-то. Начинается конфликт, война, рушатся семьи. То есть человек получает знания вроде бы для того, чтобы, наоборот, сохранить семью. Вопреки этому рушатся семьи. Почему не рушатся? Потому что человек становится гордым этим знанием. И в результате он не может принять уже жизнь близких людей. Ему противно, неприятно. Мы ехали с одним моим знакомым в лифте. И в лифт зашел мужчина и курил сигареты. Мой друг только просил курить. И он был очень мощный, ну, как бы, человек такой, боевых искусств. Знаете, есть такие мужчины боевых искусств. Вот. И этот человек рядом стоял, курил, как бы, и весь лифт заполнился приятным, ароматным, таким же благоукающим дымом. У него сигареты. Ну, это все происходило не так долго. Мы же просто ехали в лифте. Но это были секунды. И вот в эти секунды мой друг, он покраснел, начал смотреть в глаза этому человеку прям. Как он ему смотрел в глаза? Точно так же, как он обычно на спаррингах смотрит. Понимаете? То есть он смотрел по-доброму ему в глаза. И тот мужик, он, как бы, загасил сигарету, поджалстый, как бы, зад. И выбежал из лифта в шоке в таком, как бы. Я при этом по-доброму слыбался, смотрел на эту ситуацию. Он меня спросил, почему я так среагировал и хотел просто его убить. А вы, как бы, нормально сходили, по-доброму. Я говорю, потому что я никогда не курил в своей жизни. Потому что у меня все стадии уже прошли. То есть ты только бросил, ты начал гордиться собой. То есть ты теперь ненавидишь тех, кто курит. А я уже давно их ненавижу, я нормально к ним отношусь. Я понимаю, что люди курят, потому что они перенапрягаются, им надо как-то выжить. Я вижу их глубже, чем ты видишь. Ты вишь с позиции греха, а я вижу с позиции их трудностей жизни. Я ему это все объяснил, и он все понял. Видите, оказывается, есть разные углы зрения. Можно на алкоголика смотреть как на деграданта, а можно смотреть как на человека, который не справился с жизнью, сломался. Вот, допустим, если человек болеет, лежит, мы же его не обвиняем. Мы его просто лечим. Ну и алкоголик, и тот, кто курит. Это люди, которые просто не знают, как правильно жить. Все. То есть, видите, если я принимаю близкого человека, вижу, что он страдает, и поэтому у него такой выход. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, давайте вот чисто теоретически предположим, что мой муж два месяца не выпивает. Каким он станет? Опишите мне. Потому что вы сказали, что я должна видеть в нем душу. Ну, опишите, каким он станет, если он не будет пить, у меня выпивать два месяца. И я ей описал. Сказал, если ваш муж не будет выпивать два месяца, у него будет инсульт. И он будет парализованный лежать на руку и на ногу. И оно тогда, где-то до нее тогда дошло, почему он пьет. Что он не может расслабиться, он сильно напряжет. Видите, знание бывает имеет разные стадии. Первая стадия знания — это гордость. Вторая стадия — это более глубокое восприятие мира. Потом дальше идет доброта уже. Доброта — это когда ты другим можешь помочь. Итак, если вы гордитесь собой, вы брезгуете своим близким человеком, ничего страшного, это нормально, вы находитесь на определенной стадии познания. Просто знайте, что это пройдет. Это пройдет. Поэтому продолжайте развиваться, придет время, и вы не будете брезговать, начнете понимать его, что ему вот так тяжело жить, что он еще не может познать от них, как вы, потому что не пришло время. И потом дальше вы по-доброму будете к ним относиться. И ничего страшного, что он такой, что нормально все. И в этот момент, когда вы так относиться по-доброму начнете, произойдет чудо. Чудо заключается в том, что знание в сердце человека приходит не через слова. Оно приходит через сердце того, кто может давать знание. Не через слова. Ну, то есть, если вы по-доброму относитесь к близкому человеку, в его сердце тут же все начинает меняться, и он будет становиться лучше само по себе. Но он будет всегда от вас отставать на один шаг. И вы будете всегда думать, что он какой был, такой остался. Одна женщина ко мне приходит, говорит, мой муж, вот я уже не могу с ним жить. Он вообще не развивается. И так случилось, что муж оказался рядом. И я говорю, ну, позовите мужа. Она его зовет. И я говорю, вы курили же раньше? Да, а сейчас? Сейчас, говорит, уже не курю. Вы выпивали? Да. А сейчас? Ну, практически не выпиваю. Вы раньше не молились? Нет. А сейчас? Ну, чуть-чуть молюсь уже. Вы раньше не слушали лекции? Нет. А сейчас? Чуть-чуть слушаю. Я говорю, здравствуйте. Смотрите, ваш муж очень сильно развивается. Она говорит, так уже пять лет прошло. Пять лет, и такие результаты вообще потрясающие. Представляете? Мы не ценим, мы не понимаем, ну, что близкий человек меняется, ну, не так быстро, как ты. Потому что, ну, он же с тобой идет. Представьте, вы начали слушать лекции и развились лучше, чем я. То есть, я вам давал знания, и тут вы так быстро развились, что я прихожу на лекцию, и вы сидите все и даете мне знания уже. Через год, после следующего года, я приезжаю, и вы мне даете знания уже. Так часто встречается, нет? Я знаю только один раз такой случай, не со мной. Я знаю один ученик, он учился у своего наставника, и, будучи молодым, уже превзошел его познание мира. И учитель принял своего ученика своим учителем. В другой случае я знаю, когда отец сына принял своего учителя, маленького сына, причем не взрослого. Отец, ну, как бы, занимался духовной практикой и освящал пищу. А в индийской традиции считается, что когда ты освящаешь пищу, нужно дать Господу покушать, и он должен съесть. Ну, то есть, это воспринимается как на тонком плане. Значит, пища освящена, кормит Бога. Ну, и отец маленькому ребенку, пятилетнему, говорит, я пошел на рынок, вот, как бы, я все приготовил, поставь на алтарь на корни Бога. Он, как бы, поставил на алтарь, потом, и мальчик плакал, как бы, он смотрит, он кормит, а Господь не ест. Ну, в чем дело? Он плакал, плакал, как бы, рыдал, молился. Это длилось долгое время. И потом он видит, что потихонечку начала пища уменьшаться на тарелках, и все, как бы, не осталось ничего. Когда отец пришел, он спросил, а чего ты мне ничего не оставил? Почему ты все съел? Он говорит, я ничего не ел. Ты меня попросил накормить Бога. Вот Бог все съел. Отец думал, мальчик может его обманывать. И он на следующий день тоже говорит, я пойду на рынок, «А ты накорми Бога». Поставил опять пищу и начал поглядывать за ним. И он увидел, как он молится, он там плачет перед Господом, там бьется об землю, там катается, волосы на себе рвет. Вот. Он был в шоке. И потом он смотрит, он так затих, затих ребенок. И он высунулся, смотрит, пищи стало меньше. Но в этот момент она перестала уменьшаться, когда он заглянул. Потом он назад, она опять уменьшается. То есть Бог при ребенке кушал, а при нем нет. Хотя это был духовный учитель великий, наставник был. И он принял своего сына пятилетнего своим духовным учителем сразу. Такая интересная история. Но у него наставление просили. Такое бывает иногда, но очень редко. Поэтому не ждите, что ваши родственники будут быстро развиваться. Они развиваются на вашей судьбе. То есть вы развиваете, благодаря вам, по вашей милости, они тоже чуть-чуть развиваются. Но придет время, они могут даже вас обогнать. Но для этого им нужен просто стресс, какой-то кризис в жизни, когда они будут сильно развиваться. Это милость уже Бога. Как может прийти?